Я подумал, что я не должен один страдать, смотря российское кино, и решил поделиться своей болью со своим хорошим другом. Со мной сегодня Артём Малков, Малкин, Малков, в окончании фамилии твоей, Артём артист, больших и малых, человек, который создал цирк Дю Солей, человек, у которого учился Олег Попов. А Куклачёв не прошёл конкурс у тебя, да? И Джон Гилки ещё пытался, я помню. Джон Гилки пытался, но да. Неважно, что Артём человек остро и хорошо чувствующий, человек, имеющий богатый опыт сценического выступления. И мне было интересно попросить его посмотреть последний российский фильм, который был недавно представлен на районе. Я смотрел его без Артёма, Артём смотрел его без меня. Мы ещё ни одного слова не обсуждали по поводу этого фильма. Так же, как и я, Артём писал какие-то комментарии к своим наблюдениям за этой картиной. И я сегодня хочу сравнить собственные ощущения с ощущениями человека, который также имеет отношение к актёрской профессии. Потому что фильм на районе – это дебют режиссёрский. Режиссёра зовут, я буду каждый раз смотреть в бумажку, потому что я её узнаю впервые как режиссёр, я потерял её в тексте. Ольга Зуева. Режиссёра зовут Ольга Зуева. Это её дебют. И лично мой интерес в этом случае, что фильм очень пафосный. Да, дебют, она училась в какой-то крутой киношколе за рубежом, я потом уточню в какой, чтобы не приврать. Но она как бы вот, то есть сейчас должен выйти мастер и сделать какой-то такой мазок. Мастер делает мазок, и мы как бы говорим «мастер». Это работа для уродов. Если бы мы её сделали, мы бы ими стали, понимаешь? Хочешь проснуться утром, подойти к зеркалу, увидеть там мудака, который ещё вчера изуродовал в жизни человека? Давай тогда послушаем твои впечатления. Ну там зрительские, актёрские какие-нибудь. Хорошо, если как пафосно и как мазок мастера, не знаю, честно говоря, так не воспринимается на самом деле, скорее впечатление просто, что, ну, видимо, очень хотелось сделать фильм, появилась на это возможность, но сделано пока слишком, я бы сказал, надуманно и нарочито. Вот скорее такое впечатление, потому что все сцены, события, сюжет как-то вот очень надуманно, то есть притянут, то есть вот как вот просто схематично составлено, но нет какого-то естественного хода развития событий, то есть... Что есть? Вот сюжет, он как-то хромает, что есть? То есть вот Ольга хотела реализоваться, она вот в чём, в чём она себя выразила? Есть что-то, в чём она себя выразила? Помимо того, что она раздевалась в одной сцене. Так, это было в момент... Зачем режиссёр раздевался в одну из сцен, у меня будет большой вопрос, который надо поднимать, потому что, ну, представь себе Рязанов посреди фильма «Берегите автомобили», вдруг в одну из сцен заходит и раздевается, причём, если бы она не раздевалась, что-то изменилось бы в фильме? А, ну вот, правомерно, наверное, вопрос. Ну, почему? Не знаю, может, это вполне эротическая сцена, она показала... Я считаю, что если Михалков разденется в своём фильме посередине, если... Именно, что режиссёр. Режиссёр, то есть я считаю, что если, может быть, в этом был смысл как раз её режиссёрского мазка, то есть... Я не думаю, она же раздевалась не как режиссёра, а как актриса в кадре, мне кажется так. Хорошо, хорошо. А что по поводу актёрской игры? Тебе Козловский понравился? Вообще совсем нет. Потому что крайне неподходящая ему роль, и очень чувствуется, что он совсем не знает этой жизни, ну, совсем. Ну, как бы тебе Козловский, где жизнь, о чём ты говоришь? Ну, он из другого мира, и он... Подожди, 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 а что значит неподходящая ему роль? А в смысле психофизически, или в каком смысле? Психофизически, и... То есть он, по-твоему, не подходит на роль Гопника, ты это имеешь в виду? Вообще. То есть просто категорически. Ты видел ролик Шнура, клип Шнура про, господи боже мой, ВИП называется, где мальчик играет Гопника? Нет. Не видел? Нет, не видел. Ты видел фильм Шамирова «Матч» в первых сериях мальчика играет Гопника? Ты не видел жизни? Да, у нас есть российские режиссёры, у которых замечательные артисты, прекрасно, идеально, потрясающе играют Гопников. Идеально, смешно, точно, просто, ну, фантастически. Поэтому Козловский с его актёрским образованием, да, профессиональным, то, что он не попадает... Ведь второй мальчик, который в паре с ним работает, он более точно работает? Более точно, да. Более точно работает. Козловский не работает вообще. Просто, честно говоря, вообще мимо ужасно. Просто даже такой неприятный впечатлений. Вот в кинофильм «Шпион», где он с Бондарчуком играет, вот там играет роль советского парня, на которого обратили внимание органы. Не шурши. Да. Великолепно. Вот настолько ему подходящая та роль, что просто он там очень классно смотрится, на мой взгляд. Прям и убедительно. Здесь просто, ну, он вообще не знает этот мир. Он как бы, причём наверняка он поработал, это чувствуется, он старался, он изучил. Наверняка подошёл по-актерски, старался. Ты просто хочешь его успокоить. Ну, наверное, как-то я понимаю, что человек всё-таки трудился, но просто мимо, просто мимо. Это даже ужасно смотрится, когда он пытается, будучи таким каким-то, ну, интеллигентом, ну, вся вот эта интеллигентность, она так из него и прёт, и он, ну... В клипе «Шнура», в клипе «Шнура» мальчик, гопник с очень интеллигентной внешностью. Ну, видимо, какая-то суть ощущения. Я с тобой согласен с тем, что Козловский в роль не попал, но у меня другое отношение к уровню его подготовки к роли. Потому что те фрагменты рэпа, которые он читал, у меня ощущение, что он их репетировал часто по дороге на съёмочную площадку. Потому что они сделаны без души. Здесь даже не важно в том, насколько он физиономический смог гопника повторить. Предположим, он плохой артист, предположим, он не смог. Но рэп требует длительной репетиции, рэп требует работы, извини меня, с концертмейстером в прямом смысле слова. Да, для того, чтобы вчитать, впоять, он делает это плохо. Откровенно плохо. Слушать его ты слышишь сплошную фальшь. Ну, с рэпом мимо, да. Да, там совсем мимо. Значит, у Козловского, при всём уважении к этому прекрасному, очень красивому артисту, которому в каждый кадр хочется поставить какие-то фирменные духи рядом, вот он там с пистолетом во лбу и там, не знаю, там, жужуба, ну, я не знаю, какое-то там что-то. Вот. У артиста в кадре должен быть определённый внутренний текст, соответствующий тому, что происходит, его персонажу. Создание этого внутреннего текста – это сложный процесс, работа над ролью. Не все с ним справляются, и не все способны этот текст протягивать в моменты, когда персонаж молчит. То есть, внутренний текст, он всегда течёт. У Козловского есть единственный внутренний текст, который течёт в нём на протяжении фактически всех ролей, которые он играет. Я охеренный артист. И поэтому он всё, что делает, он играет лицом «Я охеренный! Я такой охеренный! Я читаю рэп, я охеренный! Я держу пистолет, я охеренный!» Ну да, это чувство. У меня есть бесплатный урок актёрского мастерства для Данила Козловского при всём уважении к его образованию. Я знаю, у кого он учился, я знаю, где он учился. Я уверен, что у него есть большой профессиональный задел, который он почему-то не может включить в свою работу. У меня был случай, когда одна из студенток была по внутреннему тексту очень похожа на Данилу Козловского. Что бы она ни делала, какие бы она ни читала стихи, какие бы роли ни играла, она везде транслировала «Я охеренная!» Она читает стихотворение там про что-то, а на лице у неё и в движениях «Я охеренная актриса!» И она ничего не могла с этим сделать. Я ей предложил способ, как от этого избавиться. Я говорю, попробуй, вот у тебя же это случайно получается, правильно? Ты хочешь прожить реально фрагмент того, что ты играешь. А получается так. Я говорю, попробуй специально играть «Я охеренная!» Намеренно это делать. После двух-трёх проб, когда она стала читать стихи и играть какие-то отрывки именно с этой мыслью и специально её транслировать, она сказала, я всё поняла. Это очень глупо, я поняла. И она с тех пор перестала это делать. То есть от того, что она намеренно это транслировала, она поняла, как от этого можно избавиться. Я сейчас не пытаюсь издеваться, я на полном серьёзе говорю, что Данила Козловский играет именно этот смысл. И от него трудно избавиться. Это не потому, что он такой плохой, не буду я готовить роль, я буду опять играть, что я охеренный артист. Нет, это тот момент, к которому нужно найти механизм, чтобы его переделать. Ну, я поддержу в этом мнение, потому что из последних его ролей, ну, очень сквозит в его игре вот это вот ощущение самолюбования, ощущение, что он такой вот как-то неземной, чудесный. Ему не повезло, ему не повезло, он очень красив. Вот как раз таки, извините, в фильме «Шпион», который, помню, как-то мне произвёл впечатление, не знаю, вот там он, как раз таки, в нём ещё есть какая-то некая сдержанность, скромность, какое-то более трепетное отношение к роли. Артём, представь себе, что ты красив, как Данила Козловский, или я. Представь себе, что ты просто выходишь, там, не знаю, на сцену, и весь женский коллектив просто падает с ног в обморок от тебя. Ну, ты тоже через какое-то время, ну, не до такой степени, ты тоже через какое-то время начнёшь гордиться, самолюбоваться. Это неизбежно, то есть это то, что проникает в тебя и в любого человека, понимаешь? Вот от меня не падают женщины, не знаю, как от тебя, от меня не падают. Я не могу так залюбоваться собой, хотя хотел бы. Козловскому реально повезло, там, с внешностью, с фактурой, он реально очень красивый, даже мне нравится, понимаешь? Без всяких, ну, красив, красив, да, красив, да. Но надо с этим бороться как-то, скрывать надо ноги там под Макси, вот, потому что невозможно это. Я сейчас готов пойти по своему списку, у тебя есть ещё какие-то горячие замечания? Да, их много, на самом деле, видимо, по ходу действия тоже я как-то поддерживаю. Хорошо, давай я попробую о том, что я отметил. Во-первых, с первого секунда фильма у меня в голове крутилось, что этот фильм «Радость логопеда». Потому что я с ужасом смотрю на экран, у меня пока нормальный слух, и я не могу понять ни одного слова. Они специально же это делают, я так понимаю. Я понимаю, что это художественный приём, но когда ты не понимаешь половину фильма, и только слово «бллллл-блллллл-бл-блллл», член там бллл-бллл-блл-бллл. Там, не знаю, там, болтается. И ты как бы вот только отрывочно понимаешь какие-то фрагменты. Это прекрасная находка, но давай мы сейчас с тобой… Находка не прекрасная, потому что это убого выглядит и слышится. Честно говоря, вот эти все тексты, у меня все пометки через одно. текст. Непонятно, 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 непонятно. Не из-за непонятности, а из-за... Прежде всего, кто кого-то избил. Кто кого избил? Из-за неестественности. Да, мы вернёмся всё-таки к невнятности текста. Подарок логопеду. То, что вот эта женщина, мать второго мальчика, я думал, это его, ну, сестра, может, возлюбленная, он там лет на семь старше. Вдруг выясняется, что это его мать. А, да, возникает. То есть она абсолютно, она абсолютно против... То есть всё, что происходит в кадре, противоестественно. Это у меня вопрос, извините, к Ольге Зуевой. Потому что Ольга Зуева, глядя на плейбэк, должна была своим режиссёрским талантом определять, разборчиво или нет, похоже мать на мать или нет, играет она вообще мать главного героя, либо нет. То есть режиссёр это то мерило правды, которая за камерой говорит, я утверждаю дубль, я не утверждаю дубль. Я прошу артиста играть по-другому, либо меня устраивает такой вариант. Поэтому вся вот эта лажа, которую мы обсуждаем, это вопрос к Ольге Зуевой, потому что она говорила своё «да» как режиссёр в своём дебютном фильме. Ольга, зачем вы раздевались? Я не могу. Причём, как только Ольга оказывалась в кадре, фильм становился лучше. Она сыграла хорошо, мне понравилось. Так когда она уходит из-за камеры, кто-то другой за неё встаёт. И сцена в клубе, где они на лестнице общались, где там что-то в рот не влезло, не помню. Афанасий не влез в рот, а какой-то другой в рот влез. Владимир влез в рот. Мы опустим эту прекрасную тончайшую шутку, но в принципе разговор был довольно искренний. Она смотрелась в кадре хорошо. Лучше Козловского. Смотрите, какие нюансы. Как только Ольга Зуева уходит с режиссёрского места, фильм становится лучше. В кадре она играет лучше Козловского. Возникает вопрос, почему она режиссёр, а Козловский играет? Может, это поменять местами? Ну, интересно. То есть, в чём здесь суть режиссёрской работы? Она в чём проявляется? В том, что текст неясен. В том, что мать на мать не похожа. В том, что Козловский лажает в каждой сцене. В одной единственной сцене он был подлинный. В одной из всего фильма. В том, что непонятно ни черта. В том, что сюжет фильма начинается за 10 минут до конца. Ну, когда они облажались, и у них там всё украли, начинают сажать. То есть, завязка фильма в конце. Причём такая нормальная завязка, которая должна была быть в начале, по всей логике. У меня вообще было ощущение, что когда режиссёру принесли сценарий, она его рассыпала случайно, а он не был скреплённым. И потом, когда она его собрала, не было номеров страниц, поэтому там начало оказалось в финале. И там ещё пара каких-то листочков из других короткометражек попали. Зачем у тебя женщины были? Ну, все. Зачем сама Ольга Зубева раздевалась? Она вообще в этом фильме зачем? А если бы её не было? Вот возник вопрос. Я так понял, что только показать то, что... Она раздевается. Володя, нет. Мне понравилось, как она раздевается. Она очень хорошо раздевается. Но какой смысл-то в этом фильме? Слушай, я... Ну, если касаемо её роли, то понятно, что она включена для того, чтобы показать, что... Режиссёр красивый? Нет, что вот этот товарищ, который Володя, он пользуется популярностью у девушек. Вот он такой... Козловский-то красивый. Почему она перед Володей раздевается? Почему Козловскому женщине не досталось? Вот её непонятно зачем. Да, как бы что... Она показывает только то, что он вот такой вот парень, за которым девчонки вот прямо интересуются. А с чего он такой? Он не такой красивый, как Козловский. Он не такой наглый. Почему она за ним увязалась? Из каких соображений? Из жалости нет? Я почувствовал в нём какое-то при этом благородство, наверное. Причём я про благородство. Я обратил внимание, что мальчик... Я обязательно посмотрю имя этого артиста. Мальчик, играющий в паре с Козловским. Илья Маланин. Илья Маланин? Спасибо тебе, пожалуйста, большое. Илья Маланин изначально говорит, как гопник и ничего не понятно, как плохой гопник. А потом вдруг говорит, как высокообразованный, высокоинтеллигентный, ученик, не знаю, гуманитарного университета, философского факультета имени Патриса Лумумбы. То есть прекрасной речью, вукомплизир. Почему-то вдруг гопник в одной сцене говорит так, как будто бы у него магистратура, понимаешь, на лбу написана, а в другой сцене говорит так, как... Они прям в это играются весь фильм. Особенно Данила. То есть просто в это играется. И это смотрится, да, непонятно. Причем, если даже не касаться режиссуры... Да, режиссура плохая. Режиссер красивый, но режиссура плохая. В принципе, одно другое искупает. Актерская игра плохая. Давайте посмотрим хотя бы на банальную логику. Просто логику такую, бытовую логику. Итак, финал фильма. Главному герою, второму мальчику, необходимо скрыться от правоохранительных органов и бандитов, которые его ищут. Ему выпал шанс имитировать то, что он умер, и он должен тихо-тихо, пока все считают, что он мертв, исчезнуть. И так у тебя, как у артиста, или как у режиссера, который ставит задачу, чтобы артисту исчез, герой. Что делает артист, который должен исчезнуть? Посреди бела дня. Идет к себе домой, к маме. Да, это да. Приходит мама. Спокойненько прощается. У меня один шанс исчезнуть. Никому не говори. После чего они спускаются на крыльцо перед этим домом. На крыльце обнимаются, разговаривают. Мимо них люди ходят. Здравствуй, Вася. Здравствуй, здравствуй. Мама. Никто не должен знать, что я жив. Я должен исчезнуть. Долгая сцена. Режиссер что, пьяный лежал в этот момент? Или репетировал сцену, как она раздевается? Дальше. Значит, с мамой они сцену отыграли на крыльце. Дальше он звонит своей девушке по своему мобильному телефону, на ее мобильный телефон, который, как я предполагаю, должен прослушиваться. Говорит, Галя, мне нужно исчезнуть. Я хочу с тобой попрощаться. Ты никогда меня не увидишь. И никто не должен знать, что я жив. Приезжай, говорит, провожать меня на вокзал. Дальше он едет на вокзал. Видимо, покупает билеты. Как? Ну, паспорт, я не знаю. Да, чтобы никто не знал, что он уехал. И, значит, перед входом в поезд большая надпись РЖД, реклама. РЖД, мы поможем вам исчезнуть. Он с ней целуется, обнимается, там проводники, люди, видимо, милиция на вокзале ходит. И он говорит, уезжаю навсегда, исчезаю из жизни. Никто не должен знать, что я жив. Ребята, можно долго смеяться над тем, что режиссер раздевается, что Козловский думает, что он прекрасный артист. Я уверен, что он прекрасный артист, только он пока это не доказал. Да, но элементарная, тупейшая, банальная, грёбанная, бытовая логика. Бытовая логика. Ну, тут абсолютно соглашусь, потому что логически это выглядит, да, очень странно. Как можно критиковать фильм за режиссуру или актёрскую игру, когда у них просто действия напрямую противоречат тому, что они обозначают? Мы говорят, знаешь, как нужно было исчезать? Я предлагаю обострить. Они должны были с девушкой прощаться в отделении милиции под фотографией, где он разыскивается. Где его ищут и ждут. Ну так, чтобы уж окончательно обострить ситуацию, понимаешь? Вот, поэтому здесь получается странная ситуация. Говорить артисты не могут, играть артисты не могут, женщины в историю вводятся непонятно зачем, логика нарушается, но режиссёр раздевается. Слушай, ну не знаю, меня не резануло. Ну, нормальная эротическая сцена, она... Нет, она мне даже понравилась, сцена, но не на фоне всего того, что остальное было нереализовано. То есть, если бы весь фильм был сделан хотя бы на ученическом уровне, пристойно, и она разделась, я сказала, какая молодец. Мало того, что фильм простроила, пусть простенько, но простроила, ещё и показала, что она могёт. Ну, очень много странностей, потому что, почему он ей грубит, почему он её вот так посылает, для того, чтобы показать, что он такой неприступный, и что она за ним всё равно ухаживает. То есть, ну вот, потом всё-таки соглашается с ней провести время, при том, что только что он её жёстко игнорировал, прямо говорит, видеть её я не могу. Потом вдруг почему-то одевал. Ну, как ты... Кстати, мальчик мне понравился. Ещё раз скажи, как его зовут? Илья Маланин. Илья Маланин. Илья Маланин фактурный, красивый, интересный и очень убедительный актёр. Мне очень понравилась его работа, его монологи. Просто я очень хотел бы видеть его в хорошем фильме. У него есть несколько фильмов. Да. Он хорошо. Он был убедительный, правдоподобный. Единственное, мне в нём лично не хватило в острые моменты, чтобы у него отморозок в глазах проснулся. Всё-таки должно быть вот это переключение, особенно когда он макал в краску. В краску. Он очень было фальшиво. И стриминтеллигентно макал. Вот в эти моменты, не знаю, у человека, даже у благородного интеллигентного, у него, не знаю, бык в глазах появляется. То есть, там должно быть реально какое-то переключение. То есть, он как минимум должен был помять ведро краски головой этого товарища. Как минимум. Ну, короче, здесь не хвачили. Меня в этой сцене, я тоже чувствовал фальшь, когда он макает головой в краску. Ну, и в предыдущих тоже где-то, потому что ощущение опасности вот этой должно быть, и переключение все-таки. Это другое состояние. Измененка какая-то. Короче говоря, подводим итоги. Я, постоянно ругая российское кино, всегда думал, что я один такой больной на голову, что я к нему придираюсь. Сейчас я вижу, что я такой не один. И Артем, как человек, остро чувствующий, в том числе, и прежде всего, фальш и правду, да, оказалось, что у него впечатления, схожие с моими. И у меня возникает вообще вопрос, у меня возникает вопрос, Артем не является кинематографическим режиссером действующим. Я тоже не являюсь режиссером. Да, у нас есть образование базовое, которое позволяет нам замечать эти банальные, отвратительные, ничем не оправданные ошибки. У меня возникает вопрос, а почему они допускаются? Почему у меня есть ощущение, что вообще у людей, которые делают фильм, нет никакого мерила. Ну, то есть, вот то, что ты сделал, и ты должен ну, как-то это дать какую-то этому оценку. У меня возник вопрос, что на фильм выделены деньги, они потрачены. Да. И эффект, не знаю, я после фильма вышел с каким-то неприятным ощущением. То есть, я по итогу не получил, то есть, не обязательно он должен быть приятным и восторженным. То есть, он может и вскрыть проблемы, как говорится, там, и все такое. То есть, но, как бы, ничего, ничего, то есть, не получено никакого, какого-то, ни вывода, то есть, просто какое-то, даже какое-то неприятное было, скорее всего. Не приятное. И столько талантливых есть людей, которые могли бы снять действительно что-то ценное для зрителя, действительно ценное, и они не имеют на это возможности. А тут тратятся бабки, ну, по сути, ну, не знаю, ну, как попытка, как проба режиссерская, я думаю, она, конечно, имеет право быть, но, например, не за государственные деньги, во-первых, во-вторых, но это плохая режиссерская попытка? Ну, если это на экране, то это плохая. Да, посмотрите, посмотрите, вот Балабанов, знаете, знаешь, такого режиссера, фамилия? Балабанов, такой, не очень известный, да, есть на YouTube в доступе его дипломная работа, я ее посмотрел, она снята просто там на какую-то обычную домашнюю камеру с какими-то артистами, ну, условно, проходными, то есть очень проходная работа, но уже в этой работе видно, что у него голова работает, как у режиссера, там виден почерк, несмотря на то, что она абсолютно студенческая в полном смысле слова, ее нельзя продавать, это не продукт, который продается в кинотеатрах, но там виден почерк режиссера, здесь в Бухен колоссальный бюджет на качество съемки, понимаешь, на все, на весь процесс организации съемки и ничего, шиш. Где режиссерский почерк? Его нет. Знаешь, на что это похоже? Вот, есть разные агентства, которые говорят, приходите, у нас вы побудете актерами, вот мы вас быстро сделаем, почувствуют себя актерами, или там детский конкурс, или не детский там какой-нибудь, приходите, вы будете петь на сцене, как настоящие певцы, то есть это как бы имитация того, что ты актер, как бы ты походил по сцене, ты артист, или имитация того, что ты певец. Вот у меня ощущение, что это дорогая имитация того, что я режиссер. Я хотел поиграть в режиссу, мое время в титрах, все ярко, все красочно, реклама большая прошла, кто я? Я режиссер. Неплохо бы, чтобы еще люди, выходящие из кинотеатра, тоже говорили, ух ты, Ольга Зуева, надо будет еще и фильм посмотреть, что она еще снимала. Короткометражки. Это я не спрашиваю, что она еще снимала, я говорю, что посмотреть бы еще что-нибудь. Это как я недавно посмотрел фильмы Шамирова, я не знал, мне их порекомендовали. Ты видел Шамирова что-нибудь? Нет. Уходи. Да, я не мог оторваться. Я вот так вот сидел, смотрел, я понимаю, что это большой, большой мастер. Вот с нами сейчас живет большой мастер в кино. Я тебе советую посмотреть. По поводу убедительности хулиганов, кинофильм Закон каменных джунглей. Не видел. Не смотрел? Нет. Круто, мне очень понравилось. Это сериал, и там пацаны играют как раз таки школьников, которые входят в этот криминальный мир, но там настолько оправдан каждый следующий шаг, то есть почему они туда ввалились, то есть они как бы, почему они этого хотели. Здесь вообще нет мотивов в этом фильме. Чего они хотят этих денег? Где они эти деньги, если они их вроде бы только что заработали, сидят, пиво пьют, у них денег нет, чтобы пожрать. То есть я хочу тачку, я хочу тачку. Почему он хочет эту тачку? Не почему. А ты смотрел, как Витька Чеснок вез Леху Штуря в дом инвалидов? Там весь фильм про гопника, который везет своего отца криминального, ну не авторитета, ну бандита, воздавать в дом инвалидов. Там весь фильм про гопника, не видел? Хорошо. Вам решать, идти ли вам на этот фильм лично, я не рекомендую на него ходить. В качестве домашнего задания мне было очень интересно посмотреть, вот если с таким мотивом. Нет, если вы актер, артист, и хотите знать, как не надо играть, то идите безусловно, посмотрите на те ошибки, которые делают режиссеры и актеры. Если вы зритель и несете свои деньги за то, чтобы унести с собой какое-то удовольствие от переживаний, вы кроме гадости с собой ничего не не делаете. Фильм один из самых дорогих. Я при покупке билета не сразу нашел подешевле вариант. То есть там и по 600 есть, и дальше. Хороший контент стоит хороших денег. И никто тебе их не вернет. Да, смотрите, если вам любопытен подобный формат разбора российских фильмов, собственно говоря, мы с Артемом можем его продолжить. Я думаю, это будет интересно и поучительно. Да. Спасибо за помощь. И за переживания этого ужаса. Да нет, это было интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова